как можно заработать на канадском долларе на этой неделе я покажу точные входы на прибыльные сделки прямо на графике а также досмотрите ролик до конца обсудим новости по канадскому доллару на которых можно заработать естественно этой неделе меня зовут роман корнев я торгую по стратегии скальпинг intraday и обучаю также этой стратегии ей можно торговать самостоятельно а также с помощью моего торгового робота кстати если у вас еще от компании и марки сможете получить его совершенно бесплатно переходите по ссылке в описании на мой канал и там под любым роликом в описании найдете контакты телеграма не можете написать мне я расскажу как получить его бесплатно и так что мы видим на канадском долларе это восходящий тренд устойчивый восходящий тренд кстати на нем очень хорошо зарабатывать именно на моем торговом роботе в режиме бай ставите его режим бай и он собирает прибыль когда цена идет вверх если цена корректируется вниз то он выставляет усредняющие ордера таким образом усреднить свою сделку и как только цена опять отобьется от линии поддержки мы видим что он постоянно отбивается то робот выходит в среднюю цену и выходит в ноль и плюс еще зарабатывать сверху если вы будете торговать самостоятельно то могу дать еще пару сигналов смотрите на графике h4 видно что цена сейчас идет вверх и она встретится с уровнем сопротивления о линии фибоначчи и здесь в районе цены 135 76 это будет уровень фибоначчи 50 будет линия сопротивления отсюда можно поставить отложенный ордер на продажу и заработать на снижение если цена еще дальше пройдет вверх то также можно будет либо усредниться либо войти в новой сделкой от уровня цены 136 43 это 618 по фибоначчи поэтому здесь можно также заработать на снижение ставьте отложенные ордера на продажу и зарабатывайте также досмотрите до конца обсудим экономические события по канаде будет новость посмотрим как на этом тоже заработать следующая валютная пара канадец франк также связано с канадским долларом давайте посмотрим что интересного здесь есть сейчас цена пробила уровне сопротивления уровне поддержки и если цена вернется обратно к этой линии это будет зеркальная линия сопротивления от нее можно будет продавать и зарабатывать на снижение давайте посмотрим поближе основная линия это вот это наклонная красная вверх от нее можно будет продавать зарабатывать на снижение но перед этим встретиться еще горизонтальная линия сопротивления это слабая линия видите я пометил ее двумя квадратиками было подтверждение но в целом она слабая поэтому можно как сделать например можно ваш стандартный торговый объем разделить на две части войти пола одной половиной здесь от этой линии есть она пойдет сразу вверх дальше то здесь открыть вторую половину вашего объема и таким образом усреднить позицию я думаю это неплохая сделка на крайний случае и еще выше есть еще одна линия сопротивления которая также поможет заработать нам на снижение поэтому сигналов на снижение очень много это хорошо я сам люблю торговать в такой в такой позиции британский фунт давайте сначала посмотрим недельный график также движется к линии 618 по фибоначчи от 50 уже отработал кстати кто подписан на мой канал ставит колокольчик они просто подписываться тот зарабатывает вместе со мной каждый понедельник я выкладываю свои обзоры давайте посмотрим поближе вот на d1 можете поставить отложенный ордер на уровень 127 46 отсюда заработать на снижение также давайте посмотрим поближе наш 4 для тех кто любит поскальпить здесь есть вот такая вот восходящая линия сопротивления и от нее можно будет ставить ордер на продажу зарабатывать на снижение от уровня цены 125 57 евро доллара значит показывает вот такой вот восходящий тренд но смотрите есть смотреть недельный также как на фунте тоже линия 50 было отработано поэтому линия 618 тоже скорее всего будет хорошо отработано и отсюда цена снизится и может быть заработать на снижение это в долгосрок поближе есть посмотреть смотрите вот на h4 на d1 точнее мы видим линию поддержки если цена пойдет все-таки вниз отсюда может быть покупать зарабатывать на росте эта цена 105 44 и еще поближе вот h4 тоже видим такую линию поддержки но единственно что здесь покупать от нее сейчас не вариант она так слабовато потому что видите где-то цена не доходило где-то доходило я бы здесь дождался пока цена пробьет линию поддержки и вернется потом обратно к этой линии будет хорошая зеркальная линия сопротивления от нее можно будет продать и заработать на снижение по новозеландскому доллару вот такая интересная линия сопротивления есть цена дойдет до нее то здесь можно будет тоже продавать зарабатывать на снижение очень хороший сигнал в этом случае пока вот такие сигналы по графикам на эту неделю а полный отзор смотрите на моем канале по ссылке в описании к этому ролику теперь давайте посмотрим экономические события на которых можно заработать понедельник вторник достаточно спокойные ничего интересного в среду будет новость по австралийскому доллару будет индекс потребительских цен это традиционная инфляция здесь повышение волатильности стоит ждать в четверг будет новости по ввп америке снижение ввп это может означать снижение американского доллара есть новость подтвердится также будет новость в это же время число заявок на пособие по безработице но увеличение здесь небольшое поэтому вряд ли это как-то сильно повлияет разве что увеличит волатильность ну и наконец в пятницу здесь вот несколько новостей по евро изменение количестве безработных снижение это положительная новость и через пять минут буквально ввп германии снижение ввп это было это негативная новость короче две новости положительная негативная практически в одно время я думаю здесь на какое-то направленное движение ставку делать не стоит просто поторговать на коррекциях дальше решение по процентной ставки в россии но здесь изменение планируется да и собственно даже если оно было вряд ли как сильно повлияло на курс доллара к рублю а традиционно это особо сильно не влияет далее в 15 часов новости по инфляции по евро обратите внимание и наконец канадский доллар в 15 30 данные по ввп здесь планируется снижение причем я вам покажу сейчас график где в прошлый раз было значение минус 01 стала 05 то есть очень сильно выросла и канадский доллар в это время укрепился сейчас новость обратная с 0 5 планируется упасть до 02 если это подтвердится я ожидаю что канадский доллар может ослабиться а пара доллар канадец может вырасти поэтому обратите на это внимание здесь можно будет заработать вот такие новости на этой неделе по канадскому доллару надеюсь вам было понятно и интересно есть понравилось видео ставьте лайк я напоминаю что до конца этого месяца скидка для моих подписчиков мои email рассылки на мой курс для базовый для начинающих с нуля 30 процентов поэтому переходите на мой канал переходите по ссылке бесплатный курс и подписывайтесь на мою email рассылку и также напоминаю что если вы хотите торговать торговым роботом и клиент ремаркет сможете получить его бесплатно поэтому пишите мне я расскажу как его получить желаю всем успешной торговой недели торгует с удовольствием всем пока